Оборудование амбулатории на селе и благоустройство воинского захоронения с этими вопросами обратились на прямую главе региона жителей Тверской области. Губернатор Игорь Руденя провел очередной прием граждан и пообещал разобраться с этими проблемами. Подробности прямо сейчас. Из-за отсутствия в поселке Сельмаш Беженского района врачебной амбулатории жители вынуждены ездить за медицинской помощью в город. Это ни много ни мало, около 10 остановок, рассказывает мама троих детей Марина Жукова. Даже если ребенок заболел, с температурой, на дом медик не придет. Раньше медицинский кабинет в Сельмаше был, но потом его закрыли. Был врач общей практики, был маленький небольшой кабинет, у нее карточки были для каждого человека заведены. Приходится нам ездить в город, у нас нет определенного врача, нас сегодня к одному записали завтрак, к другому записали. Это очень плохо, когда врач не знает, чем ребенок болеет. В поселке завода Сельмаш проживают и молодые семьи с детьми, и граждане старшего возраста. Поэтому ФАП здесь просто необходим. Что касается средства самого медицинского учреждения, оно будет в этом году завершено. Контракт заключен, модульное здание, оборудование, благоустройство, деньги выделены. Установка новых фельдшерско-акушерских пунктов в регионе ведется в рамках нацпроекта здравоохранения. Всего в 2023 году планируется установить 33 быстровозводимые модульные конструкции, 27 ФАПов и 6 врачебных амбулаторий. Еще один вопрос, который был адресован главе региона, затрагивает не только тему благоустройства, но и патриотического воспитания. Жители деревни Горшково Фировского района озаботились вопросом ремонта монумента на могиле советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. На мемориале, установленном еще в 1956 году, 127 фамилий. Мы хотим сделать капитальный ремонт, чтобы привести его в надлежащий вид. Постоянно там проходят у нас мероприятия к 23 февраля, к 9 мая, к 22 июня. Этот памятник у нас стоит на гражданском кладбище, его очень много посещают людей. Нина Викторовна признается, хочется сохранить для потомков монумент в достойном состоянии, как память о подвиге советских солдат. Игорь Рудене отметил, в настоящее время ведется заключение контракта. Благоустройство воинского захоронения будет выполнено в этом году. В общем, в 2023-м, включая Фировский округ, планируется привести в порядок 25 воинских захоронений в 13 муниципалитетах. Продолжение следует...